Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и мы продолжаем разговоры про атмосферное давление и о том, как это атмосферное давление заталкивает нам в рот спагеттину, когда мы ее пытаемся туда всосать. Многим показалось, что эта тема несерьезная и недостойная внимания настоящих физиков. Но я должен заметить, что один из наших подписчиков написал, что ровно с таким же вопросом ему пришлось столкнуться в своей работе, связанной с проектированием космических скафандров. Ну вроде бы скафандры серьезно, спагеттина несерьезно, да? Но тем не менее это в точности одна и та же, ну или во всяком случае очень близкая физика. И тут я еще хочу порекомендовать вам заглянуть в книжку Ричарда Феймана, которая называется «Вы, конечно, шутите, мистер Фейман», где он рассказывает о том, как работая над серьезными весьма делами, проектируя атомное оружие, физики вот в эту послевоенную эпоху, в перерывах между серьезной работой обсуждали, казалось бы, самые несерьезные вопросы такого типа, например. Почему, ну все та же спагеттина, только сухая, ломается, когда мы ее пытаемся согнуть не на две, а на три или на большее число частей? Или каким образом вращается огородный разбрызгиватель, когда мы вместо того, чтобы воду выбрасывать из него, наоборот, пытаемся тянуть внутрь? Ну и всякие тому подобные штуки, за которыми стоит самая настоящая физика. Ну а теперь я займусь обзором мнений, высказанных под исходным роликом. Ну и многие считали, что между спагеттиной губами есть небольшая щель, в эту щель подсасывается воздух, и он вязко затягивает спагеттину за собой. Но если вы попробуете сделать этот опыт, некоторые делали его со спагеттиной, а некоторые делали его с карандашом и даже с ложкой, то почувствуете, что вообще-то никакой щели там нету. Губы, с одной стороны, достаточно плотно обхватывают тот предмет, который засасывается, а с другой стороны, ну слюна дает хорошую смазку, чтобы трение было маленьким. Ну и таким образом, все-таки, никакой не воздух и даже не майонез, которым обмазана спагеттина, не они засасывают вместе с собой саму спагеттину, но именно разность давлений снаружи атмосферная и внутри вратовой полости, которую мы с помощью легких создали, и оно меньше атмосферного. Ну и теперь мы можем, кстати, оценить, какова разность давлений, и, соответственно, какая сила засасывает спагеттину внутрь рта. Я позволю себе пользоваться этом ролике не единицами Си, а техническими единицами. Одна атмосфера – это один килограмм силы на квадратный сантиметр, а нам удобнее сказать, что это 10 граммов силы на квадратный миллиметр. Теперь разность давлений снаружи атмосферная и пониженная там внутри вратовой полости. Оценю, как одну двадцатую атмосферы, соответственно, половина грамма силы на квадратный миллиметр. Ну, чтобы найти силу, надо умножить эту разность давлений на площадь. Ну и возьму площадь поперечного сечения спагеттины, два квадратных миллиметра, соответственно, 0,5 умножаю на 2, и получу силу в один грамм силы. Ну, кто хочет в ньютонах, пусть переведет ньютоны. Одна сотая ньютона, если это что-то улучшит. А в граммах удобно, но это означает, что мы граммовую спагеттину можем таким образом попытаться засосать. Если, конечно, не будет мешать силы трения этому процессу. А теперь мы переходим к череде физических моделей. И первой будет модель абсолютно прямой и абсолютно жесткой цилиндрической спагеттины, реализованная в этом опыте. Шприц изображает собой легкие. Мы понижаем давление в ротовой полости, и спагеттина входит, повышаем давление, выходит, входит и выходит. Как говорил герой одной известной книжки. Ну, а в общем-то, мы реализовали самый обычный плоджер. Ну, а теперь мы рассмотрим силы, действующие на спагеттину или на другое какое-то засасываемое тело. Значит, вот у меня такая стенка изображена. С этой стороны давление атмосферное, а с той стороны давление меньше атмосферное. Ну, вообще, повышенное и пониженное. И стрелочками я показал только разности давлений. Превышение давления с этой стороны над давлением с той стороны. Потому что, если бы давления были равными, то все эти тела, конечно, находились бы в равновесии. Так что, заталкивание происходит за счет избытка давления снаружи. Ну, и первой мы посмотрим на цилиндрическую, абсолютно жесткую спагеттину. Ну, мы видим силы, которые действуют на ее боковую стенку. Они уравновешивают друг друга. Ну, и кроме того, они вообще не имеют составляющей, направленной вдоль оси этого цилиндра. Так что, все, что заталкивает цилиндр в ту сторону, это силы, действующие на его торец. Я еще раз подчеркиваю, что это избыток сил действующих, давления действующих с этой стороны, по отношению к силам давления действующих с той стороны. Рисую лишь избыток. Ну, теперь чуть-чуть варьируем ситуацию. Изображаем уже не цилиндр, а такой на конус заточенный, ну, карандаш. Ну, кажется, что теперь сил действующих в том направлении уже нет вдоль оси. Но у нас есть вот эти силы давления, действующие на боковую часть конуса. Они наклонены и тем самым имеют горизонтальную составляющую. Горизонтальная составляющая, конечно, уже меньше, чем сама сила давления. Но зато площадка стала больше. И поэтому вдавливающая туда сила остается в точности той же самой. Ну, и теперь третья уже интересная для нас картинка. Я подчеркиваю, что опять-таки это пока что еще такое абсолютно жесткое тело, но вот так изогнутое. Ну, здесь рассуждать можно по-разному. Можно сказать, например, так. Ну, вот все, что действует на изогнутую боковую поверхность, все эти силы тоже уравновешивают друг друга. Ну, в силу симметрии той картинки, которую я здесь нарисовал. Так что такой изгиб одинаковый здесь и здесь. И тогда в этом рассуждении мы будем вынуждены признать, что и это тело заталкивается внутрь вот этими силами. Правда, странным образом тогда эти силы еще вызывают некоторый перекос. Появляется момент относительно точки, куда мы пытаемся закладывать эту спагеттину. Но рассуждать можно и по-другому. Но мы можем провести деление нашей абсолютно жесткой, изогнутой, условной спагеттины на две части и другим образом. Вот по этому пунктиру, как я показал здесь. И посмотрите, что тогда получается. Силы, действующие на торец, вкупе с силами, действующими на вот эту часть на повороте, они давят в ту сторону. И действия этих сил в точности уравновешиваются действием вот этих сил, которые давят в противоположную сторону. Так что вот эта часть нашего тела, она вообще не сдвигается силами ни в том, ни в другом направлении. А когда мы смотрим на верхнюю половинку, мы видим наклонные силы, действующие на вот этот обвод, которые ничем для этой половинки не уравновешены, ну, стало быть, их проекции и заталкивают макаронину туда, в рот. И таким образом, с абсолютно жесткими телами мы вроде бы как разобрались, но ведь макаронина не абсолютно жесткое тело. В ней есть что-то даже от жидкости, она такая гибкая и даже сказать мягкая. Ну и вот я тут с помощью веревки изобразил некую условную ситуацию. Вот тут у меня губы, тарелка. И представим себе, что эти губы засасывают макаронину, которая здесь перед ними лежит совершенно прямая. Вот неужели такая макаронина заталкивается атмосферным давлением, приложенным вот сюда, на изгиб? Ну, вроде бы, с одной стороны из наших рассуждений следует именно это, а с другой стороны, во мне что-то противится такому представлению. Ну, хотя, может быть, я и не прав с этим своим противлением. Так что с этим, пожалуй, стоит разобраться. И вот здесь-то я попрошу вас, ваши соображения на этот счет, писать в комментарии к этому ролику на... Ютубе.